Вчера были опубликованы документы, пришедшие в Молдову из Римского бюро Интерпола. В сети появилось много предположений о том, что они могут быть фальшивыми, или это провокация самого же Плохотнюка для того, чтобы опорочить и убить доверие, опорочить мое имя, убить доверие к моим словам. Я хочу продемонстрировать вам вот этот документ. Это копия этого документа. Здесь мы видим, было много слов о том, что ни одной печати на данных документах нет. Вот для тех граждан, которые заявляют подобное, что это может быть фальшивкой из-за того, что нет печати, европейские структуры не пользуются мокрыми печатями на внутренних документах. Но здесь есть подпись некого господина Кожакару и есть печать наших уже органов Интерпола. Здесь написано «Пентру егзекутари». Самое интересное, что этот документ был скрыт даже от парламента. И сейчас с нашим бюро Интерпола, я думаю, что... Здесь говорится в данном документе о том, что есть подозрение связи господина Плохотнюка с Солнцевской преступной группировкой. О том, что в разработку Интерпола попали люди, в том числе и господин Плохотнюк. Вот здесь под номером 15 есть фамилия господина Плохотнюка, номер его румынского паспорта, гражданин, уроженец Республики Молдова, румынский паспорт и так далее. В данном документе говорится о том, что по информации Интерпола в Италии происходят инвестиции денег, полученных путем хищений, путем отмывания денежных средств, кражи государственных средств и инвестиции их в элитную недвижимость и туристические комплексы. В данном случае мы можем говорить о том, что эта информация косвенно подтверждается тем, что господин Плохотнюк занимается сейчас строительством отеля в Швейцарии. Мы можем, исходя из той информации, которая у нас есть, мы можем предположить, что и данный гостиничный комплекс строится на средства, приобретенные не совсем нелегальным путем. Продолжение следует...